Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как можно увидеть Лондон с высоты птичьего полета бесплатно. Новейший лондонский небоскреб, который был достроен в 2015 году под названием Волки-Толки, 12 апреля этого года вновь откроет свои двери для жителей и гостей британской столицы. На 36 этаже этого небоскреба находится крупнейший в Великобритании сад под крышей. Здесь можно вдохновиться незабываемыми впечатлениями, а также захватывающими видами на все 360 градусов лондонского сити. Вблизи можно разглядеть знаменитый небоскреб в виде огурца, а также недавно отстроенный Cheese Grater, небоскреб под названием Терка. На противоположном берегу Темзы находится небесплатная обзорная площадка на самом высоком в Европе небоскребе под названием Осколок. По правую руку можно увидеть собор Святого Павла, лондонское колесо обозрения, телевизионную башню, а также можно разглядеть Биг Бен. По левую сторону находится Таврский мост и вдалеке виднеется финансовый район Кеннери-Ворф. Если подняться по лесенкам и пройти вдоль цветущего сада, там насажено огромное количество пальм, деревьев, цветов и кустарников. Этим всем, естественно, надо любоваться, пока идешь вверх. Наверху можно увидеть другие виды города, открывающиеся панорамы на Олимпийский парк с его стадионом и на возвышенность Маннархауса. Впервые я попала туда прямо сразу после открытия. Мне очень понравился сад. Там, естественно, еще очень мало что росло. Только-только посадили все растения. Но можно было посетить кафе, купить кофе и попить его с таким шикарным видом абсолютно бесплатно. Чтобы попасть туда, надо зайти на сайт Sky Gardens, забронировать бесплатный билет на ту дату и время и на то количество человек, которые вам нужны. Я посещала этот Sky Garden, так называется сад под крышей, несколько раз, наверное, раз 10 уже точно была со всеми своими подругами и со своей семьей. В 2015 году мы пошли туда с братом и с мамой. Потом ко мне приезжала подруга из Питера, я ее тоже туда водила. Ну и так с моими лондонскими подругами мы часто посещали это место для того, чтобы понаслаждаться видами за чашечкой кофе, пообщаться в прекрасной обстановке. Так как я очень люблю архитектуру, стиль хай-тек, лондонские сити, небоскребы, это было идеальное место для того, чтобы встретиться с друзьями и понаслаждаться вот такими вот обалденными видами. Чуть ли не с середины дня до самого вечера мы там сидели. Хотя количество людей ограничено и вход в принципе рассчитывается на то, что человек не задержится там дольше часу. Но тем не менее мы с друзьями там часто проводили практически целый день. Был еще один сад на крыше под открытым небом в районе Кенсингтон. Туда меня, кстати, привела подруга из Питера, я о нем ничего не знала. Она когда приехала ко мне в гости, говорит, что забронировала для нас с ней билеты и мы пошли туда. Там находились живые пеликаны, огромное количество различных растений. Ну и тоже кое-какая кафешка, где можно было посидеть на верандах, в подушечках, пофотографироваться при свечах. В общем, тоже такое атмосферное местечко было. Но, к сожалению, этот Руф Гарден в Кенсингтоне уже закрыли навсегда. Поэтому вот то, что я тогда наснимала, вам сегодня показываю. Ну а Sky Gardens, после того, как Лондон начинает снимать вирусные ограничения, открывая свои двери 12 апреля, заходите на сайт, бронируйте билеты, все еще есть места. И спокойно можете любоваться видами города с высоты птичьего полета уже этой весной. Естественно, там есть кое-какие ковидные ограничения. Читайте на сайте, что вы должны и не должны делать при посещении этого небоскреба. Из всего того, что я наснимала, я уже сделала ролик про Sky Gardens на свой канал Лондон. И как это выглядит, пожалуйста, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok